Привет! Сегодня я хочу рассказать о Philips Lumia Essential. Это прибор для удаления волос с помощью EPL технологии. EPL означает Impulse... Intense Pulsed Light. Прибортик выглядит вот так вот. К сожалению, не без кабеля. К нему прилагается вот такая сумочка. Прибор стоит примерно 200 евро. И удаляет волосы надолго. Это EPL технология эффективна, когда волосы находятся в стадии роста. Поэтому перед первым использованием надо волосы на ногах или где хотите удалить, то есть надо полностью удалить с помощью бритвы или другим способом. И тогда волосы находятся в стадии роста, и световые импульсы хорошо работают. Сначала прибор применяется каждые 2 недели 4 раза, а потом всего 1 раз в месяц. Так вот, кожа, на которой применяется этот приборчик, должна быть сухая, чистая и без волос. Здесь 5 степеней силы света. Первая для чувствительной кожи. Пятая для менее чувствительных участков кожи. Прибор может сам даже распознавать, какая кожа. Но можно и самому установить степень силы света. Я, например, использую двоечку, потому что у меня довольно чувствительная кожа. Вот такой вот звук издает он. Я уже включила его, как видите. Так вот, применяется, хочу сказать, кому подходит этот прибор. Подключим потихоньку. Вот так вот выглядит вилочка. Снова вставим. Прибор не подходит, к сожалению, беременным и кормящим матерям. Людям с эпилепсией, с диабетом, с раком, кожей. А также для людей с очень светлыми волосами. С светлым блондином. Или с седыми волосами. Или с рыжими. И людям с очень темной кожей. Тогда световые импульсы не работают, к сожалению. Для всех остальных прибор подходит. Но есть еще ряд противопоказаний, которые можно прочитать в инструкции. Но для обычных людей он подходит. Для меня, например. Хотя у меня рыжеватые волосы. Так вот. Так, включаем. Подставляем к коже под углом 90 градусов. Устанавливаем. Желаемую степень силы света. Я устанавливаю на 2. И когда лампочка горит зеленым цветом, нажимаем на кнопочку, чтобы... Вот вы видите. Импульс посылается. Да? Я при этом чувствую тепло на коже. Как при загаре, например. Что естественно, да? И так обрабатываю каждый участок кожи, где я хочу удалить волосы. Два раза на одном и том же месте не рекомендуется употреблять, применять. Потому что это нехорошо для кожи. Излишнее излучение никому не нужно. Для того, чтобы точно знать, где я применила, а где нет, я рисую такую сеточку на коже. Раз, два, три. И уже... Или вот так вот. И уже знаю, где точно обработала, а где нет. Всё очень просто. Что ещё хотела сказать? Мне приборчик понравился. Потому что, ну, один раз в месяц удалять волосы, это очень удобно. Особенно летом, особенно когда надо в отпуск. Чтобы голова не болела уже об этом, да? Один раз в месяц удалил и гуляй, Вася. Что ещё я хотела сказать? Кожа должна быть сухая, я говорила, да? Без крема. Сухая без крема, без волос. Применяется для ног, например, для рук, для подмышек, зоны бикини и даже для лица. Можно волосы над губой или на подбородке удалять. В целом я очень довольна этим прибором. И буду дальше использовать. Никаких плохих у меня впечатлений нет. Моя кожа прекрасно его переносит. И волосы сначала, они в первые 2-4 недели, они всё-таки растут. И даже, может даже показаться, что слишком растут. Но это ложное впечатление. Потому что потом становится всё меньше и меньше. И в дальнейшем они практически уже не растут. До следующего раза. Всего хорошего. Пока.